Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать купальники. У нас есть вот такой шаблон для технического рисунка. Его можете скачать по ссылке под данным видео. И там же найдете и другие шаблоны, мужские, женские, детские, на разные типы фигур. Можно вот эти, есть платные, есть бесплатные. Вот этот бесплатный шаблон, который универсально для всего подходит. Я его сама часто использую в работе. Итак, давайте, поскольку мы сегодня рисуем купальник, я уберу лишнее. Мне не понадобятся ручки, мне не понадобятся ножки, мне нужен будет только торс. И я хочу вам показать такой немножко игривый момент, когда мы будем с вами из купальника, грубо говоря, вырезать всякие дырочки и получать другую модель. Сделать это все достаточно просто и интересно. А смотрите, убрала все, разместила торс, чтобы было удобно с ним работать. А здесь уже есть линии трусиков, которые вы можете использовать, так как вам нравятся, соответственно, точки груди, которые обязательно нужно закрывать купальником. Все остальное это уже на ваше усмотрение. Сейчас мы возьмем инструмент пером и настроим так, чтобы оно у нас было черненькое, 1 сантиметр. Теперь нарисуем, как я классически рисую, половинку, притом нарисую высокий ворот, достаточно широкую лямку, для того, чтобы у меня потом была свобода вырезать то, что мне хочется. И более закрытый такой вариант сделаю. Опять же, смотрите, когда мы рисуем купальники, здесь у нас максимальная степень прилегания, поэтому не бойтесь, здесь надо все-таки прям прилегание-прилегание сделать. Сейчас мы половинку нарисуем и немножечко поправлю направляющие, чтобы привязана попалась. Соответственно, рисую такую достаточно закрытую форму и ее будем потом вырезать. Кстати, если вдруг вы не рисуете водоплюстратор и рисуете от руки, тоже рекомендую сделать это упражнение, оно очень-очень полезно. Затем, окно, обработка контуров. Так, а зачем? А, ну да, нужно она мне. На автомате вытащила. Теперь раззеркаливаем. Туда точку поставилась, нет, тут зеркается вот так. Так, раззеркаливаем и сливаем. Вот у нас получился такой закрытый купальник. И теперь мы можем с ним дальше работать и делать всякую разную красоту. Смотрите, сейчас я создам несколько копий этого купальника. вместе с шаблончиком на листе. Ну, давайте, вот сколько у нас влезет? 6, наверное, да, будет удобней. Или даже 7, нет, 6. Так. Можно их в высоту сейчас будет больше создать. Сейчас размещу. И мы сделаем 9. 9 разных вариантов данного купальника. Сразу посмотрите, насколько это интересно, забавно. Это вот такой иззайн в чистом виде. Так. Первый ряд. Второй ряд. И третий ряд. Чуть-чуть я вылезла из формата А4. Мы лучше монтажную область сейчас подтянем. Вот так вот. Значит, смотрите, у нас с вами будет всего 10 разнообразных моделей. Опять слой блокируем. И будем с вами работать. Видите, все они одинаковые. Что мы можем делать? Показываю принцип, а кладовать тут можно очень долго. Например, горловина. Мы ее можем видоизменять. Потянув здесь, например. И удлинить ее чуть ли не до пупа. Есть такие купальники. Вполне может быть. Вот у нас уже с вами получилась, в принципе, другая моделька. Если мы еще сейчас вот эту точку утянем. Или вообще от нее откажемся. Сейчас просто откажемся от нее. Первым минусом. Получим совершенно другую линию. И все у нас будет прекрасно. Вот смотрите. Имея базовый купальник, просто его немножечко подредактировав, мы получили совсем другую модель. Здесь хочу именно показать такие основные принципы моделирования, которые часто используются в дизайне, для того, чтобы что-то придумать, что-то интересное. Смотрите. У нас модель сложилась на треугольнике. Здесь треугольник, здесь треугольник. Притом, если вы понимаете, что это очень открыто, иногда сюда вешают цепочку, иногда оставляют открытым, иногда может быть просто дополнительный треугольник, который будет, например, бежевым или другим цветом, тоже здесь у вас быть. Это уже следующая история цветовая. Можно, в принципе, взять треугольник. Еще один способ. Показываю основы моделирования, как это происходит. Можно взять треугольник и этим треугольником вырезать дырочки. Ну, грубо говоря, вот так мы можем дырочку вырезать. Такую же дырочку сделать симметрично с другой стороны. И, например, здесь вырез тоже сделать треугольником. То есть мы, взяв одну фигуру, эту фигурой вырезаем всякие разности. Теперь все вместе выбираем. Разгруппировать. И лишнее удалю. Вот, смотрите, у нас получился совсем другой купальник. Опять же, здесь вопрос. Наверное, нужно править нам с вами линию, которая будет по ноге, тоже на более высокую. Тогда будет более интересный вариант. Вот вам еще один пример моделирования. Тоже убрали. Убрали. И здесь немножко сейчас кривую поправим. Линия нам подсказывает на манекене. Очень удобно. Она будет более правильно, более анатомично смотреться. И вот у нас получилось с вами два, на мой взгляд, совершенно разных купальника, которые абсолютно разные. Можно, например, вырезать полукруги. Берем овал. Рисуем овал. И можем теперь с вами этим овалом что-то такое тут на вырезать. Например, я хочу, чтобы оно вот так вот на тонкую перемычку было. Так. Точно так же. Туда. Оп. Вот оно уже здесь на тонкую перемычку. Соответственно, здесь могу еще один овал сделать. И сделать глубокий вырез. Вот сюда. Так. Смотрю только, чтобы точки, вот эти крестики, это точки сосков. То есть они не должны у нас вылезать. Вот так. Вот смотрите. Сперва все это разберем. И получаем вот такую интересную штучку. Вот такой купальник у нас получается. Грудь закрыта. Здесь немножечко приоткрывается. Для дам с пышной грудью это будет красиво. И при этом мы сейчас с вами вот это место не трогаем. То есть здесь же тоже можно ленки обрезать. Например, вариант асимметричного купальника. Во-первых, мы можем вот эту линию с вами удлинить. А потом мы можем здесь полу его открыть, полу закрыть. Вот так вот его на один край. Вы имеете в виду, мы сейчас делаем только переднюю часть. У нас есть еще и задняя часть. Которая тоже должна быть просвечиваться. Здесь мы ее, ну, как бы не рисуем. А в основном мы показываем только, как бы мы хотели это спереди. То есть второй этап формирования будет, а именно формирование того, как это будет смотреться по спинке. Ну, например, вот так вот я тоже сделала. Теперь все опять разбираю. И смотрим, что у нас получается. То есть он получается на одном плече. Здесь вот так вот с выемкой. Например, можно вот эту точку вот сюда перенести. Вот эту точку перенести вот сюда. То есть не очень высоко открывать. Потому что сзади, может быть, у нас стринги, может быть, закрытые. Как бы эта вот линия, она тоже разная. Может быть, вообще в шортике опустится. Видите, вот насколько разные получаются примеры того, как это смотрится. Но всегда у нас все с вами закрыто. Можно вообще его порезать симметрично, асимметрично, как вам нравится. Например, давайте такой прям полуоткрытый сделаем. А, кстати, можно очень просто сделать открытый раздельный купальник из такого принципа. Смотрите, ну, не обычные треугольнички, да, как там вот он сейчас носит часто. А, ну, например, что-то более или менее. Так. Эту точку просто мы сейчас сместим сюда. Эту точку сместим сюда. И, например, как нам его сделать раздельно. Смотрите, берем паре-моугольник. Оп. Разгруппировать. Оп. И при желании можно еще вот здесь сделать вид, что здесь будут резинки декоративные. Вот одна. А вот вторая. Так. Вот такой купальничек у нас получился. Уже другой. И видите, ни один из них не повторяется. Может быть, купальник, например, открытый. Когда он без лямок. Вот у вас есть линия. Вы можете ее просто повторить. Прямо по линии повторяете, как вам больше нравится. Ну, степень открытости, закрытости чашечек. Это уже индивидуально. Вот так. Это убираем. Сейчас немножко симметрично будет, но можно полную симметрию нарисовать при желании. Раскруппировать. Верхнюю часть убрали. Вот у нас получился купальник. Опять же, точки корректируем. По относительно той моды, которая вам больше нравится. Более высокая открытость. Большая закрытость. На шортики увести. Уже смотрите. Как? Пожалуйста, классика. Можете взять сюда, добавить. Бретельки. Если они требуются. Вообще, вот классная такая тема. И так очень многих, кстати, дизайнеров учат, когда дают возможность именно на какой-то базовой форме и вот их там порезать как-то, покрутить, наложить, друг на друга задвоить. Ведь можно, например, знаете, как сделать? Вот смотрите, есть купальник. Я могу его взять вот так вот. Оп. И просто сделать дополнительное членение. Вот в одну сторону. Сейчас я разберу. Перед разбором сейчас вот эту скопирую штучку. Так, вот. Разгруппировать. То есть не меняя. Даже вот эту штучку можно оставить. Может быть, она интересным элементом будет. И вот так, смотрите. Еще раз разгруппировать. Вот такая штучка у нас получается. И здесь более квадратный вырез. Соответственно, мы можем взять и здесь сделать вырез более квадратный. И сразу получаем совсем-совсем другое ощущение от данного купальника. Вот смотрите. Вот уже какая-то модель такая, ну, в чем-то необычная получилась. Насколько она будет удобная, практичная. Немножко другой момент. Но, как бы, вот такой момент. Что еще? Давайте какую-нибудь такую страшную асимметрию, много порезанную, сделаем, чтобы было интересно. Ну, страшную асимметрию в смысле, как бы, ну, не классический вариант. Что-то такое вот сейчас нарежем, настрогаем, накромсаем. Опять же, мы вот это все выбираем, замкнутыми контурами смотрим. Не забываем, что должны быть, купальник все-таки должен кое-что закрывать. И режем. Будет тигра. Здесь еще нужно понимать, как бы, для чего некоторые купальники делаются в специальной ткани, которая пропускает ультрафиолетовые лучи, в них можно загорать. Некоторые купальники являются просто для променада, для яхты, для всего остального. Там делается просто красота. Вот всегда нужно понимать назначение купальника. Я вам показываю базовые принципы дизайна, которые можно использовать для того, чтобы получить что-то интересное. Да, какую-то такую забавную форму, интересную, новую, свежую форму. Хотя уже много вот так вот и до вас делали, и многие формы уже были использованы. Но все равно что-то, вот какую-то свою немножко пропорцию, свое вот это понимание. Есть даже художник, я не помню, как его зовут. Вот он вот так на девочек одевает купальники, а потом на девочках прям их режет, эти купальники. Получаются оригинальные всякие разные штучки, они потом их приплетают. В общем, одевает ценный купальник, потом режет из него много-много дырочек. Такое тоже делают. Ну вот, к примеру, вот так я нарезала. Давайте посмотрим, насколько это будет актуально и красиво. Так, это мы все убираем. Я вам сейчас покажу, в чем прелесть именно такого моделирования. Потому что, если мы, например, сейчас будем работать цветом, вы сразу-сразу увидите, как там что вообще получается. Убираю кнопочку, это все удаляем. Вот, смотрите, купальник, да? Ну, не самый оригинальный получился, но все равно другой. Вот у нас с вами 9 базовых купальников из одного. Вы посмотрели разные принципы, примеры, как это отмоделировать. Сейчас я создам копию листа, покажу вам пример однотонной заливки. Вот, смотрите. Например, мы все купальники с вами заливаем красным цветом. Ну, спасателем или вот что у нас с вами получилось. Вот они все наши разрезы, которые мы оформили, они есть. А можем, например, все купальники залить всякими разными интересными принтами. Ну, они у вас могут быть какие-то свои, а могут быть... Давайте покажу, здесь есть библиотеки в иллюстраторе. Это, конечно, не самое там фееричное, но можно использовать. Окно, библиотека образцов, узоры, природа. Вот она, природа, там, например, кожа животных. Здесь вот есть, ну, это как пример, да? Вот, смотрите, разную сейчас залил. Такая, такая. Притом, вот, можно разного цвета. Сейчас у нас будет африканская коллекция. Иногда кажется, что именно так и делают дизайнеры, которые работают в некоторых фирмах. Просто открывают что-то такое. И просто бутыкнут, что было там. И получается коллекция. Змеиный принт, здесь такой принт, здесь сякой принт. Все, все нормально. Вот, пожалуйста, я вам создала коллекцию. Вот это мне очень нравится. Давайте юзебры сделаем. В африканском стиле. Купальников. А, еще раз, где я их взяла? Окно. Библиотека образцов узоры природы. Вот, сколько помню, иллюстратор, всегда они там были, эти принты. Можете их воспользоваться ими. Можете вот там в листву посмотреть. Тут тоже всякие разные базовые заливочки. Их можно скачивать. Я больше свои всегда делаю, поэтому у меня особо нет этих библиотек. Но очень удобно. Вот, смотрите. Наша с вами работа на сегодня. Это из одного купальника мы сделали 9 разных. Я вам показала, как это будет смотреться в однотонном свете, как это будет смотреться с применением принта. Понятное дело, нужно подумать еще спинку. Нужно немножечко подумать над конструкцией, как это будет более оптимально, как это будет технологически выполнено. Но это уже следующий вопрос. Здесь такой был поиск формы. Что-то более треугольное, что-то более круглое, что-то раздельное, что-то асимметричное. И сразу вот очень хорошо оно визуализирует. И понятно, а нужно ли вообще это делать. А будет ли смотреться в этом купальнике. Вот за это я люблю иллюстратор, когда ты сразу можешь посмотреть, что у тебя получается, как это будет смотреться. Возможно, сразу нужно отказаться от этой идеи. Например, вот эта идея, на мой взгляд, получилась не очень удачно. Да и вот эта смотрится странновато. Поэтому их сразу можно отбраковывать и не использовать, не делать. Если у вас появились вопросы, напишите мне их, пожалуйста, в комментариях. Я буду этому рада. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Каждый вторник мы рисуем эскизы с вами. С вами была Щековская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.